Спонсор темы дня – юридическая компания «Гарант Плюс». До прошлого года Артему Лагунову не было дела до онкологии, пока не заболела его жена. Теперь Калининградец воспитывает двоих детей один. Рассказывает, рак – общая проблема, которая сейчас в нашей области приобрела устрашающие масштабы. Вот, но когда эта беда приходит именно в твой дом, тогда, конечно, ты начинаешь задуматься и вообще видеть по-другому. За последний год, с тех пор, как не стало моей супруги, через общих знакомых, еще как-то в интернете, я личных знакомых знаю, которых еще пять человек, как минимум, которых коснулась эта та же самая проблема, то есть онкология. При этом добавляет, если бы лечение в Калининграде было на должном уровне, его супругу можно было бы спасти. Но у нас ей сначала поставили неправильный диагноз, который пришлось исправлять уже медикам из Минска. Артем подчеркивает, в нашем городе больной раком практически обречен. Конечно же, на первом начальном этапе это именно диагностики, ну и дальше со всеми вытекающими. Конечно, кому-то требуется химиотерапия, кому-то нужны операции. Вообще, я считаю, должен быть центр, который занимается от начала и до конца. Разговоры о строительстве онкоцентра в регионе ведутся уже давно. Тем более, что по всей области продолжает звучать угрожающая статистика. Так, за 10 месяцев 2016 года рак диагностировали у 2,5 тысяч человек. Несмотря на это, у создания учреждения есть свои противники. Некоторые специалисты уверены, строить онкоцентр в Калининграде сейчас нет абсолютно никакого смысла. Дело в том, что в нашем регионе просто нет столько квалифицированных врачей в этой области. Как альтернатива предлагается создать отделение онкологии в Калининградской областной больнице, чтобы здесь больные проходили диагностику, а также получали курсы радио и химиотерапии и других процедур. Впрочем, сегодняшнее подписание договора с питерскими медиками, безусловно, хорошая новость и шанс на спасение для всех, кто знаком со страшной болезнью. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Калининградской области и Федеральным государственным бюджетным учреждением, Научно-исследовательский институт онкологии имени Николая Петрова, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Как заявил на встрече Антон Алиханов, за последнее время калининградские онкобольные стали меньше времени проводить в очередях. А время ожидания диагностики снизилось вдвое. Но подчеркну, проблема рака косвенно касается всех жителей региона и даже влияет на демографию. Ведь чаще других болеют женщины, поэтому для них в апреле в Калининграде планируется открыть крупный центр здоровья. У нас, к сожалению, огромное количество раковых больных. Это женщины, рак груди, рак шейки матки. И мы вот, скажем так, оперативно будем сейчас на это реагировать, потому что, конечно, для нас очень важно сохранить здоровье, особенно здоровье женщин, потому что это, собственно, связано с дальнейшей демографией, с тем, как мы будем себя чувствовать в целом, как регион. А директор Санкт-Петербургского института заявил, принимать иногородних больных его учреждению не впервой. И добавил, калининградцам за лечение платить не придется. Естественно, что пациенты лечиться в институте онкологии Петрова будут бесплатно, потому что это государственное учреждение. Сейчас мы работаем высокие технологии, которыми обладает институт, источник финансирования ВМП, то есть это бюджетное финансирование. Медицинский юрист Ирина Бабокина – волонтер в детском благотворительном центре. Она уверена, один лишь договор с Петербургской клиникой проблем не решит. Ведь большая часть средств уходит не столько на лечение, сколько на вспомогательные нужды. На период длительного лечения от онкологического заболевания многим родителям приходится присутствовать со своими детьми на протяжении 3-6 месяцев, а то и года. И основная статья затрат здесь происходит на проживание и вспомогательные медицинские препараты, которые нужны для того, чтобы поддержать ребенка. Ирина рассказывает, во время лечения в другом городе на ребенка и сопровождающего родителя уходит около 100 тысяч рублей в месяц, при том, что иногда восстановительные курсы занимают по полгода. Но несмотря ни на что ехать в Санкт-Петербург стоит, утверждает уже другая калининградка Маргарита Шамасова. Ведь только там ее сумели вылечить от онкологии, которая мучила целых 10 лет. Теперь Маргарита занимается общественной деятельностью и сегодня пришла подавать заявление в прокуратуру. По ее мнению, в онкологии нашей области творится настоящий беспредел. Есть конкретные таксы, сколько стоит химия вне очереди, сколько стоят операции вне очереди, сколько стоит биопсия. Мы собираем заявления всех, кто действительно готов их подать и отправляем их в четырех направлениях. Это прокуратура, Минздрав, пресса и в Рио губернаторы нашей области. Личное дело или общая беда? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Но все, кому не повезло столкнуться с онкологией, уверяют, страшная болезнь намного ближе, чем кажется. Марк Шкода, Михаил Эльбаум, Служба новостей город. Спонсор темы дня – юридическая компания Гарант Плюс.